Продолжение следует... Мы с вами проводим завершающий вебинар 2016 года от компании Директ Медиа. Я думаю, что дальше уже пойдут у нас с вами новогодние заботы и будет не до вебинаров. А вот в следующем году нас ждет опять обширная программа вебинаров. Следите, пожалуйста, за нашими рассылками. Все будет снова интересно и вкусно. Так что надеюсь, что вам будет хорошо в нашей вебинарной программе. А сегодня давайте разбираться с темой нашего сегодняшнего вебинара. Разработка интерактивного учебного контента. Сегодняшний вебинар носит такой обзорный характер по методам разработки интерактивного учебного контента. В один вебинар, конечно, все это рассмотреть невозможно. Все методы. Но мы основные с вами рассмотрим. И я вам дам ссылочки для тех, кто хочет изучить материал подробнее. Вы сможете это сделать, надеюсь, достаточно просто. Ну и в конце я вам дам ссылку на свой плейлист, где более подробно рассмотрены вопросы, вхождение в каждый из тех методов, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Значит, напоминаю, все свои презентации для вебинаров я делаю открытыми. Их можно скачать. Ну, кому-то, может быть, надоело, но если вдруг кто-то в первый раз, я еще раз нарисую вот эту вот стрелочку. Вот здесь вот находится кнопочка в виде открывающейся папки в правом верхнем углу нашей вебинарной комнаты есть ряд кнопочек. Да, одна из них в виде открывающейся папочки. Если вы будете на нее нажимать, то будет появляться и исчезать окошечко с ресурсами. И вот в этом окошечке, нажав на пиктограмму с изображением дискетки, вы можете скачать мою сегодняшнюю презентацию. Использовать ее тоже можно. В презентации есть определенное количество ссылок. Я, большинство из них, я не буду копировать в наш, в наш чат. Поэтому просто воспользуйтесь презентацией. И для того, чтобы этими ссылками, перейти по этим ссылкам и подробнее посмотреть тот материал, о котором я сегодня буду рассказывать. О чем же я сегодня буду рассказывать? Прежде всего, я буду рассказывать об интернет-сервисах. При помощи которых мы будем стараться делать какие-то формы интерактивного учебного контента. Почему интернет-сервисы? Ну, давайте сначала, прежде чем почему. Да, вот на вопрос почему можно ответить вот такими четырьмя тезисами. Собственно, есть разные способы разработки интерактивного контента. Один из них это... Да, значит, Сергей Григорьевич, будет ссылка на вебинар. Вот на все наши вебинары мы их кладем в YouTube. И, кстати, вам вот та ссылка, которая в чате, последняя. Используйте ее, пожалуйста. Вы увидите, что там в плейлисте вебинары постоянно возникают новые строки наверху. И вот там появится запись и этого вебинара тоже. Вот. Так что можете ей воспользоваться. Ну и кроме того, мы в наших рассылках стараемся давать в виде фреймиков все записи прошедших вебинаров. Думаю, правда, что этот вебинар уже пойдет в рассылке, которая будет в новом году. Вот. Итак, почему... Как можно разрабатывать вообще интернет-контент? Ну, один из способов использовать какое-то стационарное программное обеспечение. Другой способ, который часто применяют, когда есть какая-то дорогостоящая разработка контента, это собственные программисты пишут... к вашему контенту пишут некоторую обвязку специфическую для вашего контента. И в ней уже применяются интерактивности, такие, как вы задумали. Иной раз это хороший путь. Ну, во-первых, на каждый случай не напрограммируешь. А во-вторых, ваша собственная команда программистов, насколько бы она ни была креативной и талантливой, не может охватить все способы интерактива, которые существуют, и придумать визуализации для всех случаев контента, которые у вас есть. Поэтому самый естественный путь в данный момент времени, это, скажем так, в наше время, это использование интернет-сервисов. Интернет-сервисов, которые совместимы с вашим основным контентом при помощи облачности. Другими словами, контент, который формируется, внешний вид которого формируется при помощи движка, лежащего где-то в сети, отображается на компьютерах ваших пользователей. Итак, все-таки, почему интернет-сервисы? Во-первых, потому что в последние 10 лет уже, наверное, мы переживаем взрывную революцию медиаформатов, когда концепция мультимедиа, сформулированная еще в 80-е и 90-е годы прошлого века, пошла уже, ну, скажем так, в широкие массы и пошла через сеть, через интернет. В результате контент, который не обладает этими качествами, он по умолчанию становится контентом, ну, скажем так, второго уровня, на который обращают внимание только те, кто способен способен потреблять старый контент, ну, старого образца, включающий в основном тексты и так далее. Такие люди, конечно, еще есть, но их становится все меньше и меньше, и мы должны понимать все-таки, в какой ситуации мы находимся с вами и использовать те новые средства, которые нам предоставляются. С революцией медиаформатов связан также взрывной рост скорости того, что я называю информационный метаболизм. Это означает скорость обмена информацией между разными участниками, разными владельцами контента. Соответственно, это ведет к тому, что, во-первых, наш учебный контент, скорость его разработки должна возрастать, потому что мы должны успевать за теми изменениями, которые происходят не только в нашей предметной области, но и в области отображения контента. То, что было актуальным еще пять лет назад, может быть не актуальным уже сейчас. Ну и поэтому ваша интерактивность, она должна быть простой, но функциональной. Другими словами, вы должны на производство этой интерактивности затратить минимальные свои ресурсы и получить при этом максимальный результат. Вот, исходя из этого, мы останавливаемся сегодня на изучении интернет-сервисов. Вообще говоря, каждый из этих интернет-сервисов стоит отдельного рассмотрения как минимум в формате отдельного вебинара, и некоторые наиболее важные из них я постараюсь в будущем году затронуть в виде отдельных вебинаров. Ну, а сейчас все-таки давайте посмотрим, что за сервисы я имею в виду. Вот, из того широкого разнообразия сервисов, которые обычно я даю своим слушателям, я выбрал здесь некоторые, ну, как я считаю, во-первых, типичные представители своего класса сервисов, а во-вторых, те из них, которые, ну, на мой взгляд, наиболее актуальны для первоначального изучения, и которые покрывают максимальное количество потребностей связанных с оформлением контента именно в учебной области. Что же это за сервисы? Один из сервисов связан с инфографикой, речь идет о достаточно простой инфографике, инфографике данных. Ну, идеологи инфографики говорят, что инфографика бывает двух видов, инфографика данных и инфографика знаний. Первая область покрывает потребность в отображении в визуальном отображении данных и позволяет донести до наших слушателей лучше ту цифровую информацию, которая есть в вашем учебном контенте. Что касается инфографики знаний, тут более сложная вещь. Тут передача образов, каких-то смыслов при помощи визуальных образов. Вот для этого придумать инфографику и тем более автоматизировать производство инфографики гораздо сложнее. А вот первый путь, первый вид инфографики, инфографика данных, тоже, кстати, очень важный вид инфографики. Он покрывается многими видами сервисов. один из них это вот этот вот DataRaper, о котором пойдет речь дальше. Следующий пункт нашей программы это создание карт знаний при помощи сервиса Popled. О типах давайте поговорим чуть попозже. Вот прямо когда будем рассматривать соответствующие сервисы. Следующий сервис это сервис Taggle, сервис для создания таких сущностей, которые называются облако тегов или облако слов. Следующий, четвертый пункт это таймлайны. на мой взгляд это один из самых актуальных видов интерактива это оси времени потому что подача информации в контексте времени во временном контексте это одно из приоритетных направлений для обучения ну просто потому что это очень востребованный вид и очень во многих предметных областях он может применяться и не только в исторических как сразу хочется его применить но и во многих других тоже очень актуальный следующая строка пятая создание интерактивных путешествий сервис StoryMap.js на его основе можно делать интерактивный контент привязанный к карте либо привязанный к изображению высокой четкости к разным его к разным участкам вот такого вот изображения следующий сервис это сервис который называется Tilda Publishing сервис служит для компоновки контента в том числе для компоновки тех видов интерактива который был перечислен выше на мой взгляд настоящий момент наиболее актуальный сервис для компоновки контента и например я в своей работе над учебными курсами использую именно его ну и последнее я выделил это на последнее место не по значимости а потому что здесь речь идет уже скорее не об интерактиве а мультимедийности это создание скринкастов то есть учебных роликов при помощи сервиса скринкастоматик список этот можно продолжать можно продолжать его кратно то есть ну как минимум еще 3-4 раза по стоку я мог бы вам написать название сервисов и мы с ними могли бы ознакомиться ну вот главное я здесь с вами написал и давайте приступать к краткому ознакомлению с каждым из этих с каждым из этих сервисов перед тем как перейти собственно к рассмотрению каждого из сервисов еще один слайд посвященный ну философии что ли использования сервисов ну все мы знаем что интерактивность это вот на таком на не на уровне определения на уровне бытовом да что это нечто такое что приятно отличается от текста во первых своей визуализации во вторых тем что наш слушатель что-то делает и при этом эта визуализация как-то меняется меняет свою форму куда-то он наводит мышкой куда-то тыкает и при этом какие-то действия происходят одна визуализация меняет другую и так далее ну давайте поглядим на интерактивный контент с другой стороны о том что он нам позволяет по-другому переконфигурировать наш учебный контент вот мы с вами все привыкли что вот наш учебный курс он имеет оглавление в оглавлении темы в темах там могут быть отдельные вопросы ну вот это и есть это и есть структура нашего учебного контента на самом деле структур подачи учебного контента может быть множество не обязательно и не обязательно лучший вариант структурирования это вот такой вот вариант в виде древовидного графа когда есть жесткая иерархия сверху вниз и сервисы и интерактивный контент и в частности названные сервисы это один из способов иной подачи информации не обязательно подачи информации всего курса оно может быть части этого курса или какой-то выбранный по какому-то параметру выбранного по какому-то параметру среза контентного вашего курса другими словами почти каждый из этих сервисов позволяет контент вашего курса расположить в другом порядке в порядке прямого доступа и в связи с каким-то интересным контекстом ну вот например таймлайн позволяет расположить контент в соответствии с временным контекстом интерактивное путешествие в соответствии с картографическим контекстом или с контекстом привязки к какому-то изображению высокой четкости ментальные карты позволяют расположить контент в виде не иерархического графа какого-то ну и вот что-то в этом роде другими словами мы имеем здесь не только вопрос интерактивности как таковой но и вопрос переструктурирования нашего контента по нужному признаку и если этот признак является важным в обучении вот например как таймлайн ну очевидная важность да заключается заключается в том что временной контекст он иной раз позволяет просто ну просто по-другому взглянуть на на ваш предмет когда какие-то события когда изложение фактов превращается в события эти события размещаются на временной шкале то это позволяет иной раз просто произвести такой вот переворот в голове у слушателя вашего который начинает понимать связь между различными вашими тезисами учебными не только внутри текста обычно как происходит да вот идет текст первый тезис второй тезис третий тезис и так далее да и в голове у человека эти тезисы могут проассоциируются именно с последовательностью их чтения да что не всегда не всегда правильно а вот например таймлайн позволяет эти же тезисы разложить в во временном контексте посмотреть какой из них имеет привязку к более раннему времени какой более позднему и так далее и это очень важно для для процесса понимания вашего вашего учебного контента и так давайте пойдем теперь по всем нашим пунктам первый из них это data wrapper еще раз обращаю внимание что в основном я сюда не буду ссылки приводить в чате просто потому что параллельно нашему вебинару эти сервисы посмотреть вам не удастся каждый из них все-таки требует некоторой работы над собой пониманию как это делается вот поэтому просто скачайте презентацию и используйте ссылки оттуда когда вам потребуется итак первый из них это создание простой инфографики специально привожу именно этот сервис а да я совсем забыл сказать все сервисы которые сегодня будут рассмотрены они либо полностью бесплатны либо имеют имеют среди своих тарифов бесплатный тариф который вполне функционален вот итак вот первый из них это вот этот вот дата рэпер чем он приятно отличается простотой своей по сути дела все что вам надо это сначала сформулировать сформировать свои данные в виде Excel таблички потом эту табличку перенести вот в такое поле после этого происходит такая интеллектуальная работа внутри сервиса вот когда вы переходите с уровня 1 на уровень 2 проверки данных сервис пытается понять как лучше ваши данные представить ну в частности пытается понять в этой табличке ваши колонки и строки какой имеют смысл и что из них взять ну в частности за ось x а что за ось y вот и пытается предложить вам сразу какой-то вариант визуализации вы можете этот вариант отвергнуть выбрать другое выбрать другую координатную привязку все это делается небольшим количеством настроек ну и конечный результат он в виде кода так называемого embed кода помещается в ваш ваш контент и отображается внутри вашего контента ну вот так может быть выглядит какая-то из визуализации вот я например тут у меня есть сайт который называется русский биографический словарь в нем около 15 тысяч исторических русских биографий и вот в том числе есть данные по месяцам жизни и смерти людей которые в эту биографическую энциклопедию вошли ну и вот я при помощи этого сервиса составил график смертности по месяцам ну и вот мы видим что достаточно естественные данные что летом смертность примерно процентов на 20-30 ниже чем зимой и ранней весной видимо это действительно отражает те естественные процессы которые связаны с погодой с прочими какими-то вещами ну еще раз повторюсь это на историческом материале не берусь говорить что это действует в наше время ну вот такой вот получился график у меня с провалами где-то в районе июля августа и с большими выступами в районе января февраля вот ну вот это простейший простейший вид графика там есть и другие виды этих графиков к сожалению дата рэпер перенес часть своего функционала из из бесплатного своего раньше у него был замечательный бесплатный тариф сейчас к сожалению бесплатным тарифом немножко труднее пользоваться но все равно этот сервис стоит того чтобы его изучить и посмотреть как им пользоваться следующий сервис которым я хотел бы вам рассказать сервис которым я активно раньше пользовался и сейчас тоже пользуюсь это poplet.com сервис для создания карт знаний карты знаний представляют собой это вообще обширнейший вид интернет сервисов и программного обеспечения дело в том что ментальные карты очень популярны на западе при помощи их можно работать с группой можно выдвигать какие-то идеи первоначальные по компоновке и структуре проектов ну а мы здесь рассмотрим вопрос компоновки контента при помощи ментальных карт то есть компоновки вашего ну условно вы знаете я буду применять слово курс но сам я слово электронный учебный курс не очень люблю я считаю что электронный учебный курс это сущность вызванная скорее инерцией нашего мышления связанная с обучением по дисциплинам с одной стороны а с другой стороны чисто финансовыми финансовыми вопросами связанными с тем что вот единица учебного контента в виде курса ее удобно позиционировать и продавать а вот с методической точки зрения говорить именно о курсе как о главной единице учебного контента не стоило бы потому что ну во первых современное обучение оно непрерывно оно имеет огромные междисциплинарные связи и именно в этих связях и находится все самое интересное вот и его совсем его очень трудно делить на вот эти вот такие вот куски как мы привыкли в том числе и вот единица потребления минимального учебного контента она в соответствии с тем что я раньше сказал с медиареволюцией она сокращается поэтому я конечно буду употреблять слово учебный курс иногда но на самом деле я больше хочу говорить об учебном контенте вообще когда-то это может быть кусок учебного контента на полтора часа когда-то на тысячу часов не знаю вот это касается любого из этих случаев да поэтому давайте вот еще еще раз хочу сказать что когда говорю слово учебный курс понимайте пожалуйста это достаточно условно а не обязательно вот в виде учебного курса как допустим семестровый курс который студент проходит итак вот после этого отвлечения небольшого продолжу карта знаний позволяет ваш учебный курс переструктурировать несколько по-иному например если раньше вы располагали все темы вашего курса строго последовательно то теперь вы можете создать сложный граф в котором отношение этих тем и отношение тезисов внутри каждой из этих тем будут иметь достаточно сложный характер графа в общей форме так вот мой выбор поплет сервиса поплет он как раз заключается в том что поплет позволяет рисовать и оконтенчивать то есть наполнять контентом ментальные карты в общем в виде общих графах ну вот пример такого небольшого графа точнее участка графа такого с более сложными связями нежели последовательные это вот мой учебный пример который я всем даю это рассмотрение вопроса войны наполеона против россии в 12 году ну конечно неподробное рассмотрение чисто учебное содержащее всего пару десятков или там полтора десятка вот таких вот узлов в каждом из этих узлов может храниться какая-то информация или просто путь к этой информации да то есть тут может быть краткий текст может быть какая-то картиночка может быть учебное видео может быть карта ну вот пожалуй и все да может быть звук какой-то еще да то есть при помощи вот такой вот ментальной карты она может заменить ваше оглавление и студент сразу будет понимать как распределяются связи между различными частями вашего контента а ведь ваш внутреннее внутреннее логическое часть внутри внутренние логические связи внутри вашего контента они совсем не повторяют горизонтальную структуру или иерархическую структуру ваших тем и тезисов как правило внутри разных частей вашего контента существуют более слабые или более сильные связи там например какие-то главы там вторая третья четвертая главы между собой гораздо сильнее связаны чем там вторая с десятой главой например да вот вот именно эти внутренние связи вы можете нарисовать при помощи вот этого сервиса нарисовать можете для двух целей этот сервис вы можете использовать как рабочий сервис то есть не для себя чтобы разложить весь ваш контент в том виде в котором вы его потом захотите подать в вашем курсе то есть не делать отображение этой информации общим для ваших студентов а применять только только при разработке контента как такой рабочий сервис а можете дать его для ваших студентов как уже боевой сервис в котором разложен именно тот контент который надо изучить особенно это удобно когда ваш курс состоит из учебных роликов тогда вот как раз эти ролики можно просто разложить по вот этим ячейкам и это уже будет вот такой вот граф вашего контента из которого весь ваш курс можно изучить обходя последовательные те узлы которые больше связаны друг с другом давайте теперь поговорим об оси времени это один из моих самых любимых сервисов и один из самых любимых способов подачи информации временной да что из себя представляет ось времени так давайте вот ну вот здесь к сожалению нет времени подробно рассмотреть вообще сам принцип оси времени наверное на него надо было бы потратить минут 15 просто для того чтобы посмотреть разные варианты осей и понять насколько хорошо они насколько хороши они в приобретении вашими студентами цельные картины внутри вашего предмета ну разумеется прежде всего любые оси времени они хороши для представления какой-то исторической информации не обязательно это предмет история это может быть развитие вашего предмета который вы преподаете в историческом аспекте ну например если это химия то это процесс открытия разных элементов или процессы предшествующие и сам процесс создания периодической системы элементов очень много процессов которые ну собственно в любой науке есть история науки да и она занимает определенную часто достаточно большую часть самого предмета вот в этом случае оси времени они просто идеальны но и в более сложных случаях это может быть интересным например уже для представления информации просто какого-то процесса в развитии просто какого-то процесса в развитии ну например для физики это может быть процесс процесс распада ядерного ядра ядра атома который делится на этапы какие-то все что можно поделить на этапы можно показать и в виде оси времени например поглощение фотона первый первый этап второй это возбуждение электрона перехода на другую орбиту третье это какое-то время потом электрон снова переходит на более низкую орбиту с испусканием другого фотона так вот 3-4-5 этапов вот их можно показать на оси времени ну например для экономических наук это развитие какого-то закона да вот например появление и исчезновение каких-то статей в конституции или в каком-то ведущем кодексе можно показать вот таким вот образом в общем просто неисчислимое количество различных поводов для того чтобы нужно только приложить мысли для того чтобы как его использовать именно в вашей дисциплине и он обязательно может вам пригодиться ну как это выглядит оси времени выглядят по-разному вот timeline.js например это ось на которой вот она здесь давайте я нарисую это главная страница сервиса сервис абсолютно бесплатный и даже не требует регистрации вот этим он хорош вот здесь вот такой вот слайдер который можно двигать снизу тут еще располагается шкала и вот все события они располагаются на этой шкале и при помощи этого слайдера могут меняться а в каждом из этих событий вы можете подгружать любой контент текст видео с ютуба звук какой-то и так далее вот самая простая такая вот вещь как это делается в таймлайне JS это делается при помощи четырех шагов первый из них вы скачиваете шаблон таблицы в формате google docs дальше этот шаблон поступает к вам лучше при этом конечно иметь аккаунт google это сильно облегчит вашу жизнь потом вы говорите что вы хотите использовать этот шаблон появляется вот такая вот табличка которую вы можете наполнить теперь своими данными табличка достаточно простая включает такие графы как начало события конец события заголовок слайда описание слайда медиаресурс слайда то есть ссылка например на видео или на картинку какую-то описание этого медиаресурса выбор цвета фона ну и иконочка для шкалы времени в общем-то это и все и вот по каждому из этих событий вы описываете вот вот это в виде таблицы потом вы берете да вот вы вставляете свои данные в этот шаблон после этого вы публикуете табличку есть такая операция в google таблицах берете ссылку которая в результате этой публикации получилась вставляете ее в сервис вот эти 1 2 3 это шаги и это одновременно области которые существуют на главной странице сервиса прелесть еще в том что все эти шаги вы делаете прямо на главной странице не уходя с нее то есть вот вы пришли на главную страницу сервиса все сделали и получили результат не уходя с одной единственной страницы этого сервиса и так вставили вот эту ссылочку настроили параметры ширины и высоты этого таймлайна при необходимости выбрали язык интерфейса настроили шрифты есть еще некоторые настроечки но не такие уже важные и получили вот это вот 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 этот вот код который можно ставить теперь в свой учебный курс и получить вот этот вот таймлайн прямо в вашем учебном курсе самое интересное то что сервис то облачный и поэтому если с течением времени вот ваш курс уже допустим опубликован уже намертво лежит на каком-то сайте к которому у вас может быть даже и доступа нет а вам надо обновить информацию в вашем таймлайне запросто как только вы вот эту вот табличку обновляете обновляется и ваш таймлайн и вот в этом смысле тоже красота использования вот этих вот сервисов она конечно проявляется да ну и вот так вот выглядит примерно слайдик таймлайна вот слева располагается медиа ресурс справа располагается время название и краткое текстовое описание а внизу шкала времени которую можно увеличивать уменьшать двигать переходить прямо по каким-то слайдам либо уже ходить последовательно вперед-назад между различными слайдами ну давайте с этим все хотя по этому поводу хотелось бы дольше поговорить конечно а да ну и давайте я вам покажу один из примеров такого таймлайна который так вот только лучше бы сделать короткую ссылку давайте я ее сделаю и помещу в чат который я я в свое время делал один из таких таймлайнов это таймлайны по для лонгрида по книжной миниатюре и вот один из срезов это книжная миниатюра Византии и Руси перейдем теперь к следующему виду это облако тегов или облако слов тоже много есть сервисов которые подобные вещи делают я предпочитаю сервис тагу это российский разработчик правда он очень сильно шифруется чтобы из внутри сервиса никак нельзя понять что он российский более того он такой более направлен на рынок зарубежный но это и понятно потому что именно за рубежом можно все таки какую-то монетизацию получить да тем не менее у него у этого сервиса замечательный бесплатный тариф есть в котором можно сделать достаточно много интересных вещей что такое облако тегов проще говоря это некоторые ключевые слова которые присутствуют в вашем учебном контенте и важность которых определяется в простейшем случае частотностью их употребления в вашем курсе а в более сложном случае какими-то иными параметрами которые вы вы задаете в этом случае вы уже вручную этот сервис настраиваете ну и дальше в зависимости от этого в зависимости от этой важности слова начинают приобретать определенный размер вот например у а Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сервис с облаком тегов позволяет восстановить предметный контекст внутри вашего курса и позволяет вашему слушателю сразу перейти на предметную область, которая связана с тем или иным смысловым содержанием вашего курса. Не буду дальше заострять. Вот по тогулу у меня есть несколько учебных роликов, которые я предлагаю вам пройти. На самом деле в конце я вам дам, в конце вебинара я вам дам ссылочку на всю совокупность учебных роликов, которые у меня накоплены. И вот про все эти сервисы там будут какие-то учебные ролики для подробного изучения. Построение облака тегов внутри сервиса происходит вот так вот. Вот есть область, в которой находится ваше облако тегов. Вам надо, во-первых, подключить ваш контент текстовый каким-то образом. Во-вторых, выбрать форму и вид отображения, шрифты, цвета. Ну и все. И после этого, да, выбрать способ того, что будет происходить после того, как ваш студент нажмет на определенное слово. Ну и после этого просто нажимаете на сохранить. И сейчас, наверное, где-то у меня тут есть. Да, вот так вот выглядит результат конечный. И здесь вы тоже можете взять в одном из пунктов меню, можете взять код, который просто вставляете в свой курс. И вот это вот интерактивное сердечко, оно воспроизводится. Интерактивность, я его напоминаю, связана с тем, что на каждое из этих слов можно нажать мышкой. Оно сначала навести мышкой, да, оно становится большим, предлагает на себя нажать, перейти по нему. И дальше происходит то, что вы назначили по этому слову. Либо переход на словарик, либо переход на поиск по этой теме. Либо много-много разных других вещей, которые вы тоже можете придумать. Следующий сервис, замечательный сервис StoryMap.js. Ну, кто, вот те из вас, кто был на моем предыдущем вебинаре, посвященном интерактивному путешествию по саду земных наслаждений Иеронима Босха, тот видел, как это сделано. Делается это вот как раз при помощи вот этого сервиса. Давайте я вам дам ссылочку, чтобы можно было посмотреть, как может выглядеть такое интерактивное путешествие. При помощи этого сервиса можно создавать истории, привязанные к картам, либо истории, привязанные к большим изображениям, изображениям высокой четкости. Вот пример такой интерактивной карты. Это путешествие, кажется, с востока на запад Соединенных Штатов. И к каждой точке этого путешествия привязан определенный контентный ресурс в виде ролика, изображения, статьи Википедии, ролика Вимио, Твита. Ну и всего там пару десятков различных медиаресурсов можно подключить таким вот образом. Выглядит это примерно вот так. Вот когда вы начинаете уже это листать по слайдам, значит, вот здесь увеличенная карта слева. Справа сам медиаресурс и его название и описание. Еще раз хочу сказать, что под медиаресурсом может пониматься очень много разных видов сущностей. Вот. В частности, изображение и видео, как самые важные для нас виды таких сущностей. Соответственно, здесь мы можем, если в оси времени мы привязывали наши контентные кусочки к времени, к оси времени, то здесь мы его привязываем к пространству. Вот. И если каким-то образом можно, я приводил пример, да, в химии, время открытия разных элементов, то здесь, например, можно показать, где открывались эти элементы химические, да, и вот по такой карте пройтись. Кроме варианта с путешествием по карте, есть вариант путешествия по большому полотну какому-то, по большой иллюстрации. Для этого вам надо иметь изображение сверхвысокой четкости. Ну, в терминах StoryMap.js это так называемая гигапиксельная иллюстрация. Она не обязательно должна быть гигапиксельной, но хорошо, когда она очень-очень-очень высокого разрешения. Вот, например, примером таких гигапиксельных иллюстраций, конечно, служат какие-то насыщенные полотна из искусства, из изобразительного искусства. Но не только это, конечно, в качестве этого могут быть и какие-то другие сущности. Например, рентгенограмма, в которой есть общий вид и очень мелкие детали. Например, фотография звездного неба. Ну, что-то, какая-то фотография из-под электронного микроскопа и много-много разных других вещей. Сейчас существует с развитием фотографии высокой четкости, применимость этого сервиса все возрастает и возрастает. Поэтому на него стоит обратить внимание. На мой взгляд, в нем можно делать очень красивые визуализации. И они очень эффектны. И очень эффектны как с визуальной точки зрения, так могут быть и эффективны с точки зрения методической. Давайте идем дальше. Следующий сервис, о котором я хотел бы вам рассказать, это сервис так называемых лонгридов. Или сервис для компоновки контента вашего. То есть, если предыдущие сервисы были больше связаны с созданием элементов контента интерактивных, то этот сервис посвящен уже компоновке контента в некую цельность. В принципе, этот сервис можно использовать вместо любого авторского средства внутри системы дистанционного обучения, как мы привыкли. И по сравнению с любым из этих средств сервис Тильда, ну просто как небо и земля. Если, например, в каком-то СДО есть авторское средство, и при помощи него вот его можно сравнить с лопатой, то вот Тильда – это экскаватор. Тильда позволяет получить результат быстрее, красивее, более структурированно и в таком виде, в котором современные студенты привыкли потреблять этот контент. По этому сервису можно говорить очень много, и даже не один вебинар, а вебинаров пять. И вот в одном из моих продвинутых курсов так и происходит. Ну а здесь мы давайте оговорим общие какие-то вещи. Во-первых, что позволяет Тильде быть такой эффективной – это модульная система, когда вам не приходится создавать контент с нуля. Вы используете какие-то заранее подготовленные профессиональными дизайнерами и профессиональными специалистами по интерфейсу шаблонами, шаблонами визуализации. В эти шаблоны вы только вставляете свой контент и располагаете их последовательно один за другим. Вот всего таких вот блоков в настоящий момент существует, ну по моим подсчетам, уже более 400. Когда я начинал работать с сервисом Тильды, их было около сотни, и уже было это достаточное достижение. А сейчас около 400 вот таких вот блоков, которые можно использовать. Эти блоки, они заключают в себе различную смысловую, несут различную смысловую нагрузку. Это обложки, прямая речь, изображения, галереи изображений, формы, отзывы. Ну, специальный раздел блоков посвящен вставке видео, ресурсов и так далее. В общем, очень-очень много того, что может понадобиться для человека, который работает с контентом. В Тильде нет специфических функций, связанных с проверкой знаний, например. То есть это компоновщик общего вида, это не специализированный компоновщик для образования. И тем не менее, я считаю, что именно для доставки контента, да, вот есть такое понятие в электронном обучении, доставка контента, это идеальное средство. А все остальные вещи, которые необходимы для учебного процесса, их уже можно осуществить, например, в системе дистанционного обучения или каким-то иным способом. Вот, в частности, в таких вот я использую именно этот сервис для... Именно этот сервис я использую для своих курсов и считаю его наилучшим именно для доставки контента. Ну и вторая, да, как происходит, собственно, настройка. Настройка происходит достаточно просто. Вот есть вот в любом блоке есть такая вот розовая кнопочка. Прошу прощения, не эта розовая кнопочка, вот эта вот розовая кнопочка. Это контент, который позволяет открыть настройки и загрузить в данный блок ваш конкретный контент. Есть и другие кнопки, которые позволяют его тонко уже настроить, этот блок, но, как правило, эти кнопки могут на начальном этапе не использоваться, достаточно вот этой вот розовой кнопки. То есть действие такое. Выбираете тот блок, который вам нужен, нажимаете на розовую кнопку, заполняете блок своим контентом, и все, этот блок располагается у вас на вашей странице. Ну и вторая прелесть, связанная с тильдой, это связано с тем, что вы не должны начинать с пустой, с пустого экрана. Конечно, первый раз, когда вы войдете в сервис, вам покажется, если начнете с пустого экрана, вам покажутся возможности этого сервиса слишком обширные, и вы потеряетесь. Поэтому можно начать с одного из нескольких сотен готовых шаблонов. Шаблоны включают уже целые наборы блоков, разработанных для определенных случаев. Конечно, в основном тут какие-то шаблоны маркетинговые и коммерческие, но есть несколько очень важных для нас шаблонов, связанных с семинарами, с проведением вебинаров, с электронными курсами. Уже вот такие вот шаблоны тоже есть. Это во-первых. А во-вторых, и коммерческие шаблоны, они внутри себя содержат достаточно хорошо проструктурированный текст для того, чтобы с них начинать работать. В общем, тут надо зайти просто и посмотреть. Ну, да, давайте я вам все-таки на этот сервис, так как он является одним из самых важных, дам ссылку прямо в чате. Вот, предлагаю вам с этим сервисом ознакомиться. Да, ну и в этом сервисе, повторюсь, тоже очень-очень приличный бесплатный тариф. Несмотря на то, что в бесплатном тарифе там у вас, конечно, не 400 блоков, а гораздо меньше, но, тем не менее, все основное там тоже есть, и с него вполне можно начать. Ну, и последнее, о чем я хотел рассказать, это, говоря об интерактивности, совсем не говорить о мультимедиа тоже нельзя, поэтому вот один из главных сервисов, который позволяет тоже бесплатно нам создавать мультимедийные ресурсы, а именно учебные видеоролики, это сервис, который называется Screencast-O-Matic. По поводу учебных роликов можно говорить очень много, ну, в частности, у меня целый курс посвящен этому, и мне те 10 тем, которые есть в моем учебном курсе, кажется тоже, что этот объем мал, тем не менее, вот, давайте какую-то вводную я вам все-таки расскажу, да. Учебное видео – это один из главных наших современных способов донесения информации до наших слушателей, очень важный вид медиа, при помощи которого можно делать почти все то же, что можно делать при помощи текста, ну, сам текст, конечно, не отменяется, никуда не денется, он остается важнейшим видом контента учебного, но видео – это очень удачное дополнение, или даже непонятно, что чего дополняет. То ли видео дополняет текстовый контент, то ли текст дополняет видеоконтент, неважно, они и работают в связке, да. Так вот, это важнейший вид учебного контента, и всем нам надо начинать этим контентом, этим видом медиа пользоваться, и вот в качестве инструмента, конечно, сразу там используют какой-то платный инструмент, в общем-то, стрёмно, да, хочется попробовать на чём-то бесплатном. Вот в качестве такого бесплатного и вполне функционального средства я предлагаю вам сервис, который называется Screencast-O-Matic. В дальнейшей работе, конечно, имеет смысл перейти уже на стационарное программное обеспечение. Я всем рекомендую приложение, которое называется Camtasia Stadia. Ну, о нём мы сегодня говорить не будем, потому что это отдельный большой разговор. А вот этот сервис, он достаточно прост. Этот сервис позволяет записать ролик, в какой-то степени его отредактировать. Полноценного редактора там нет, но есть возможность убрать предыдущий кусочек неправильно записанный и записать на его месте другой кусочек видео и сохранить либо в одном, либо в каком-то популярном формате, либо сразу разместить на YouTube, например, минуя операцию сохранения файла. Сам он очень прост. Вот это вот главная страница сайта Screencast-O-Matic. И на ней вы можете сразу нажать на кнопочку Start Recording. Появляется вот такая вот прерывистая линия, которая говорит, что внутри этой прерывистой линии всё будет записано. И кнопочка Record, на которую пока вы не нажали. Прежде чем на неё нажать, надо настроить ваши ресурсы. Сначала вы должны выбрать, что вы хотите поместить на ваш Screencast. То ли только изображение экрана, то ли только изображение с вашей веб-камеры, то ли и то, и другое, наложенное определённым образом, как вот здесь, например, изображение веб-камеры в правом нижнем углу. После этого вам надо настроить... Да, вот эта настройка здесь показана. После этого вам надо настроить ваш микрофон. Тут есть некоторые неприятности, связанные с тем, что русские названия микрофонов и микрофоны входов, которые присутствуют в вашей системе, а система ваша, скорее всего, русифицирована, будут отображаться не очень красиво, не русскими шрифтами. Но, тем не менее, тут по контексту английских символов можно понять, что есть что. Если у вас один-единственный микрофон в системе, то у вас особого выбора нет. Ну, а вот у меня, например, 4 выбора, потому что вот Screencast-to-matic считает не только явные микрофоны, но и все микрофонные входы, которые в данный момент даже не используются. Вот у меня, например, есть вот этот микрофон, есть микрофон, который располагается на моей веб-камере, и два входа с аудиоплаты, которые на передней панели компьютера и на задней панели компьютера. И вот все эти выходы честно показаны Screencast-to-матикам, и он предлагает выбрать один из них. Вот я выбрал свою гарнитуру, и дальше я должен выбрать область экрана, которую я хочу подвергать записи. Первое вы можете выбрать по разрешению 720p или 400p разрешение. Можете выбрать весь экран, либо можете выбрать активное окошко приложения, которого именно в нем производить запись. Ну, а также можете просто руками двигать, мышкой точнее, двигать вот за эти вот элементы. Вот, собственно, и все. Настроили три эти параметра. Больше есть еще тонкие настройки, их можно не трогать, они уже в более существенном. Вот, нажимаем на кнопочку Record, производится счет 1, 2, 3, потом слово Go, и после этого идет, начинает идти запись. А здесь вы можете эту запись останавливать, снова возобновлять, отменять предыдущий кусок записи. Ну, собственно, и все. А в конце вы просто сохраняете результат. Процесс сохранения здесь у меня не показан. Вот в процессе сохранения как раз гораздо больше настроек, чем в процессе записи. Я вам предлагаю посмотреть свои видеоуроки, посвященные этому сервису. Как я обещал, в конце я дам вам ссылочку. А давайте я, кстати, прямо сейчас вам дам эту ссылочку на свой канал. И вот не просто на свой канал, а конкретно на плейлист, который называется «Учебные скринкасты». Кстати, в этом плейлисте как раз на самом верху располагаются скринкасты по скринкастоматику. Вот. Напоминаю, что в этом плейлисте вы можете найти все сервисы, ну, за исключением, может быть, DataRapper, о которых я сегодня рассказывал. Ну, и последнее. После того, как мы вот этот обзорчик сделали, я вас хочу пригласить, кому это интересно, на свой учебный курс, который начинается 7 февраля. Этот курс будет как раз посвящен примерно этой тематике, о которой мы сегодня обзорно поговорили. называется курс «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Курс запускается уже в третий раз. Курс в этом году достаточно, с одной стороны, уже устоявшийся, с другой стороны, актуализированный и переработанный будет. Организуется курс компании «Ракурс», с которой я активно сотрудничаю вот на протяжении уже третьего года. Ну, и подробнее об этом курсе вы можете посмотреть по вот этой вот ссылке. Ой, прошу прощения, я поверх начертил. Давайте, собственно, я вам эту ссылку сейчас и дам. Одну минутку. Так, что-то она у меня немножечко затерялась. Одну секунду, сейчас я вам эту ссылочку дам, чтобы посмотреть. Да, кстати, сходите на эту ссылку, даже если вас этот курс не интересует, просто для того, чтобы посмотреть, как работать в редакторе Тильда и что можно делать при помощи нее. Одну минутку. Сейчас я вам дам. Вот она, эта ссылочка. Итак, вот ссылка на курс, о котором идет речь. И, кстати, прошу обратить внимание, чтобы вы подошли вот со своей профессиональной точки зрения, чтобы вы разглядели, какие элементы контента там используются. В данном случае это промо-страничка курса, но примерно те же самые элементы контента можно использовать и уже при содержательном наполнении вашего курса, что, собственно, я обычно и делаю. Вот, очень удобный инструмент, быстрый и позволяющий получить достаточно быстрый результат. Ну, а вернувшись к курсу, что он из себя представляет, это 72 академических часа, 15 тем, 10 из которых являются базовыми, а еще 5 тем дополнительными, они, это такая, исторические темы, которые, хоть и остались актуальными, но были заменены на более, более актуальные темы. Их, тем не менее, можно изучить в записи. Всего будет 10 двухчасовых вебинаров, огромное количество примеров в курсе. Контент курса сверстан в виде вот 15 вот таких вот лонгридов. Ну, а общение и выполнение домашних заданий по каждой теме у нас практикум происходит в закрытой группе в Фейсбуке. Ну, вот мой опыт доказал эффективность подобной формы общения со своими студентами. Что еще хотел бы сказать? А, да, в этом году у нас новшество. В каждом своем курсе я помещаю еще и пошаговые инструкции к выполнению практикумов. Как показывает опыт, это позволяет существенно повысить успеваемость слушателей. Ну, не хочу очень долго рекламировать свой курс. Просто хотел бы сказать, что на этом курсе все то, что мы здесь вот рассмотрели, рассматривается более подробно. Практически на каждый сервис по два часа времени тратится. Ну, и масса дополнительной информации, конечно, кроме этих сервисов дается. Коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. Я понимаю, что сегодня у нас вебинар носит такой обзорный характер. Голосование в презентации. Давайте подумаю. Вы знаете, голосование... Я бы, честно говоря, поставил вопрос по-другому. Голосование есть свойство не контента, а свойство такой области электронного обучения, как взаимодействие студента и преподавателя. Поэтому и взаимодействие надо проводить в тех местах, где это взаимодействие происходит. Вот, например, у нас сейчас происходит вебинар. Вебинар является формой взаимодействия. И вот как раз в вебинарной комнате можно проводить голосование. Здесь есть такой инструмент. А голосование внутри контента, который является асинхронной формой. Ну, это немножко, наверное, немножко не в тему контента. Будет ли сертификат? Давайте так. Тот, кто хочет получить сертификат, напишите мне. У нас готовилось какая-то вообще... Что-то по поводу сертификатов было. Давайте я передам эту информацию. Если в данный момент мы выдаем выдаем бесплатные электронные сертификаты, то тогда будет вам сертификат. Ну, напишите обязательно на мою почту. Вот это вот. Comail.gmail.com Да, конечно, голосование – это отдельный инструмент. На самом деле, много чего еще можно о чем рассказать. Есть, например, вот видите, я говорил, что в Тильде нет тестов. Однако, например, есть еще такой замечательный сервис, не помню сейчас, к сожалению, название, который позволяет организовать и тестирование внутри вашего контента. Ну, правда, такое упрощенное, не такое, как... Это скорее больше напоминает опрос, нежели полноценное тестирование, которое в системе дистанционного обучения производится. Вот, так что и такие же... И такие вещи тоже есть. То есть, конечно... ... ... ... ... Продолжение следует...